Война, простите, а мы когда не воевали? Война – это все равно риск в первую очередь. Мы можем называть его гражданским обществом, но граждан здесь нет. За редчайшим исключением меньшинства, идеалистического меньшинства. А когда вы говорите, что граждан нет, что имеется в виду? Мы все пацифисты в каком-то смысле, но такие ленивые пацифисты. Мы не собираемся рисковать ради того, чтобы сохранить мир. Мне не нужно, чтобы пришли какие-то люди из-за рубежа и учили жить. Они просто не поймут здесь ничего. Здесь необходимо вернуть России просвещение. Просвещение с большой буквы. Здравствуйте. Это Саппоры Ауде. Здесь мы обсуждаем самые острые вопросы современности вместе с лучшими экспертами. Меня зовут Артем Филатов. Сегодня наш гость – это политолог Глеб Павловский. И с ним, я надеюсь, получится глубокий, нестандартный, фундаментальный разговор над темы, которые сейчас волнуют действительно многих. Глеб Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад, что вы у нас в гостях, потому что давно хотелось с вами поговорить. И поговорить как-то не по верхам, а постараться сделать это поглубже, скажем так. И, знаете, хотел бы начать вот с чего. Вот этот тезис есть, который у нас на слуху много лет. «Путин – это война». Так стали говорить, там еще лет семь назад был доклад Немцова с таким заголовком, да. Но вот кажется, что к 2022 году, к началу года, уже эта репутация, как бы она себя оправдывает. Вот я хотел бы сначала узнать у вас вот о чем. Это репутация такая, или вот как бы Путин – это война, это вот в Путине есть что-то имманентное, присущее ему с самого начала, связанное с войной, с обострением, с конфликтом. Имманентно военного в Путине, по-моему, нет. Но тема появилась вместе с его появлением на политической арене, потому что он пришел, так сказать, почти сразу с войной на Кавказе. Так что тема старая, ну, я, вы знаете, против такой психологизации политики, потому что, ну, она хороша в варианте Дюма, где читаешь «Захлеб», но, вообще-то говоря, она обычно ужива. В политике психологии играет роль, но не так просто вытащить ее из этого месива. Но при этом ведь, знаете, о чем я хотел бы спросить, о том, что вот это именно психологическая черта или это черта системы путинской, да, некое стремление к эскалации и войне, пусть в риторической войне, либо в войне вот горячей, реальной? Я говорил и писал много о том, что российская система очень своеобразна, я ею занимаюсь давно, то есть одних книг уже кучу написал об этом. Она не похожа на советскую совершенно, хотя охотно использует любые обломки, любые руины, в том числе и советские, но она склонна к эскалациям. Это один из ее симптомов. Это симптом эскалации, разворот, как говорил еще Борис Николаевич Ельцин, загогулина, он любил это слово, он тоже под этим понимал, резкий, отвлекающий внимание зигзаг политический, государственный и так далее. Так что, вообще-то говоря, он ввел это в нашу жизнь. Но еще точнее сказать, что ввел 91-й год, потому что, а что такое 91-й год, как не загогулина? Это была искусственная во многом, но важная эскалация, которая создала, заложила основу системы. Мы внутри системы, которая, ну, здесь надо сказать, что такое внутри. Мы внутри ее паттерна, мы сами она, мы сами ее, так сказать, какая-то голограмма этой же системы, фрактал, как говорят некоторые. А вот мы – это система, которая как бы ищет способ выжить в любой ситуации. Выжить – это императит. Она может пойти на любую перемену – идеологии, политики, ориентации, установок – для того, чтобы выскользнуть. Я называю это верткостью системы. Вот и Путин, конечно, нащупал это свойство, и оно стало его второй натурой. Но при этом ведь война – это все равно, это риск в первую очередь, это в первую очередь опасность. И вот почему, все-таки я тут бы разделил систему и не систему, то есть власть и всех остальных, власть и нас, почему власти готовы рисковать? Как вы это можете объяснить? Вам не удастся разделить эти две реальности, потому что они находятся в сильнейшей сцепке. Я называю ее сделкой. Есть определенная массовая сделка, она родилась еще в 90-е годы, когда просто выживание в буквальном смысле вошло в нашу жизнь. И, кстати, верхов и низов одновременно. И в это время сложилась сделка верхов с низами. Человек населения, я его называю населенцем для простоты, заключил, вошел как бы в длительный, очень прочный, но неформальный союз с властью, который основан на том, ты выживешь, говорит власть тебе, ты выживешь, это единственное, что мы тебе обещаем. Ну и в выживание здесь входит постепенно увеличивающийся стандарт. Но это не договор, вы не можете сослаться. Но договор сказать, а мы так не договаривались. Нет, нет, вы никак не договаривались. Власть может играть с вами, она может понижать ваш жизненный уровень. Главное, до определенной красной черты. Несколько раз она подходила к этой красной черте. Вот война, простите, а мы когда не воевали? Из этих 30 лет, я как-то подсчитывал, 4 или 5 лет мы не воевали всего. А все началось еще с самого начала. Горячие точки, регионы, войны в регионах, потом чудовищная Чеченская война. Мы все время воевали. И война не является для нас какой-то… Мы все пацифисты в каком-то смысле, но такие ленивые пацифисты. Мы не собираемся рисковать ради того, чтобы сохранить мир. Это интересно звучит. А поясните, что вы имеете в виду? Что значит, не собираемся рисковать? Очень очевидно. Я думаю, что 90% в стране, если не 98%, за мир. Но они совершенно не считают, что это накладывает на них какие-то обязательства, что они должны создавать какие-то антивоенные движения, антивоенные группы, а тем более рисковать за это. А вот там когда-то, когда я был еще сравнительно молодой, в Западной Европе в 70-е годы было сильное антивоенное движение. И заметьте, тогда не было прямого риска войны сегодня на завтра. И там люди ложились под поезда с оружием, и кому-то там ноги отрезало и так далее. То есть ничего подобного вы здесь не найдете. Ничего подобного. Поэтому, да, мы не хотим войны. Но если она начнется, мы рассчитываем лежать на диване и смотреть картину. Ну, в этом смысле мы действительно привыкли, что если война, то война где-то там, где-то в телевизоре, или даже если нет телевизора, все равно это где-то не здесь, чаще всего. Ну, война здесь, собственно говоря, кто переносил войну на нашу сторону фронта? Шамиль Басаев. Шамиль Басаев – такой вот злой демон, гений, злой гений городской войны. И он именно над этим думал, как нанести болевой удар. Но не думаю, что сегодня нас ждет что-то такое, ведь речь не идет о Третьей мировой войне, а речь идет о чем-то другом. Ну, вот это теперь важная тема изменения. Мы в переоме. Мы в переоме к другому образу мира, чем тот, к которому мы привыкли. Даже в предыдущие 30 лет существования России. Мировой порядок окончательно рухнул, отменился. И возникает вопрос, как заставить с собой разговаривать. Как договариваться, как коммуницировать, допустим, на высоком уровне. А читайте год назад. Год назад президент США Байден и не думал, и не собирался разговаривать с Россией, с Путиным. Тем более он вообще прошелся по нему, как мы помним. А сегодня уже Москва крутит носом, что они хотят разговаривать с нами только по этим вопросам, а не по тем. А мы хотим, чтобы по тем тоже. То есть возникла коммуникация. А почему она возникла? Из-за угрозы войной. Но ведь эта коммуникация, как сказали бы сейчас современные психологи во всех инстаграмах, это токсичные отношения, токсичная коммуникация, крайне токсичная. Да, мы живем теперь в токсичном мире. И просто еще раз, это можно, конечно, жалеть. Вот я, например, как старик, я тепло вспоминаю Ялкинский мир. Вот это был такой, значительно более предсказуемый мир. Хотя, в общем-то говоря, все мы жили в городах, которые уже нанесены на карту первой волны бомбардировок. Но мы как-то ухитрялись об этом не думать. Но это был предсказуемый мир, тем не менее. Хотя он несколько раз чуть не был уничтожен полностью. А теперь мы живем в непредсказуемом мире. Здесь нет никаких правил, кроме, может быть, еще в торговле и в финансовых делах. Но и тоже их можно обойти. Блоки рухнули. Суверенитет, сколько бы ни говорил Кремль, не играет особой роли сегодня. Значит, будет что? Нужен новый язык. И оказывается, что война возвращается в роль языка. Но в особой роли, понимаете? Давайте различать угрозу войной и война. Это разные вещи. Угроза, чтобы с тобой разговаривали, угроза должна быть реальной. То есть ты действительно должен быть готов в случае чего воевать. Но это не война. Вот как мы видим сейчас. Это не война. Да, это токсично. Но пока не смертельно. Вот вы сказали про грани вот этой реальности. Война как реальность, война как угроза, как какой-то, наверное, аргумент в этих токсичных переговорах. Но ведь чем реальнее этот аргумент, то есть чем больше танков едет в разных направлениях, и с западной стороны тоже приготовления определенные идут, все пытаются как-то реагировать на это, тем ситуация выглядит все опаснее и все напряженнее. И непредсказуемыми. И более непредсказуемыми. Ну да. Ну не нам на это жаловаться, скажу я вам. Мы где живем-то? Мы живем в экспериментальной, невозможной, импровизированной наспех, случайно в стране. Никто нам не обещал светлого будущего в этой стране. Ну кроме политиков 91-го года, которые вообще не знали, о чем говорят. Мы живем в стране, которая невозможна, которой не должно было быть. Вообще-то говоря, перед этим существовал Советский Союз, который тоже был по-другому совершенно невозможен, и которого тоже не должно было быть. Писал же Мандельштам, ну что ж, попробуем, огромный неуклюжий скрипучий поворот руля. Земля плывет, мужайтесь мужем. Вот мы, как говорил Гефтер, между прочим, это одна из его идей, это то, что революция 1917 года, 1917, это не остановленная революция. Она не нашла своего термидора, не нашла своего способа стать государством в полном смысле слова, и в нем раствориться, уйти. Ей не дали там по целому ряду исторических причин. И он, он умер, конечно, в 95-м году еще, но он считал, что еще тогда она здесь, она готова. Я тоже так думаю. И Российская Федерация тоже под, если хотите, неостановленной революцией. Поэтому она никак не может найти себе, не может найти себе русло. То есть война – это тоже какой-то способ поиска идентичности? Да, одно, одна из апостасей. Казалось бы, это было, я думал, что это уже теперь надолго, были какие-то, за исключением тоже, тяжелым исключением войны на Кавказе, нулевые годы были, как мне казалось, годами движения к внутреннему миру. И, увы, это не получилось. А теперь мы внутри чего? Внутри очень странной реальности, которая вдруг обнаружила, между прочим, что ее границы по ее же вине, между значительной степени, не признаются, что она не может гарантировать спокойное будущее внутри, даже себе самой. Это мы думаем, что мы ужасно миролюбивые, такие лапочки, и, так сказать, все должны просто смотреть на нас и радоваться. Но мы не производим впечатления предсказуемой нации, потому что мы не создали, собственно, нацию до сих пор политическую с помощью демократической государственности или даже хотя бы авторитарной нормальной государственности. У нас нет еще созданной нации. Поэтому вот отсюда мы оказываемся все время. И это свойство России, о котором тоже говорил Гефтер, это такое… Он использовал слово «пространство экспансии». То есть Россия все время – это такое пространство, где нет ни государства, ни общества в точном смысле слова. Они не разделены, они связаны властью и борьбой за власть, но при этом оно не очерчено. Это такой полигон. Было несколько… Разные люди говорили об этом в те годы еще 30 лет назад. Полигон. Россия – это такой глобальный полигон. А теперь мир пришел в жидкое состояние. И на что мы можем рассчитывать? То есть Путин и его компания, они варварски пытаются ответить на эту проблему. Между прочим, это ведь проблема транзита. У нас не будет транзита, если он будет модерироваться извне. Мы не получим никакого выхода. Вот в чем проблема. То есть я понимаю, что они, конечно, заботятся о себе любимых, но нам действительно транзит идет, и он должен закончиться созданием государства. не очередной, которых было уже несколько, утопий. Вы сейчас именно про такой постсоветский транзит, долгий транзит, а не транзит Владимира Путина. Долгий, заканчивается долгий транзит, и мы вошли в фазу короткого транзита. Да, это уже транзит Владимира Путина. Хотя он не единственный, повторяю, он не является главным предметом транзита. Нам нужно государство России. Когда-то Путин это понимал. Сейчас он это перестал понимать. Когда он рассуждает о безопасности Украины, НАТО, это все какие-то сказки Афанасия Никитина. Нам действительно нужен транзит, который закончится возникновением с нашей точки зрения регулярного государства. Оно может не нравиться кому-то на Западе, на Востоке, но нам нужно в конце концов вернуться домой. Глеб Олегович, вот здесь как раз хочется тогда перейти к обществу. Потому что понятно, что, может быть, в России особенно в лице, когда от лица государства на это смотрят, гражданское общество это что-то очень эфемерное, либо оно может быть чем-то очень подконтрольным. Как вот видят эту, видимо, ситуацию во власти. Что это что-то должно быть, что находится под их контролем. Но если говорить об этом строительстве государства России, завершении этого транзита, то это же невозможно, наверное, сделать в рамках только вот этой системы власти, чтобы эти же люди нам еще тут транзит до конца довели, да? А гражданское общество, они уже загнали не то что под ковер, а там уже асфальтируют катком, да, вот это все. То есть какие тут опции тогда вы видите? Или тут нет никаких опций вообще? Опции могут появиться только в сознании, что это не проблема какой-то группы людей, которые лучше остальных групп. Нельзя никого исключить. Это понимание пришло еще в диссидентстве, что вы не можете создать прекрасную Россию, исключая какие-то группы. Это исключение – это ведь сталинская технология. Это исключение может быть внешним, репрессивным, а может быть внедренным вам в голову, имплантированным желанием исключать, отвержением общего государства, общества или нации. Очень трудная задача. То есть предмет транзита в какой-то фазе достаточно близко, между прочим, должен стать общим, парадоксально общим, по-разному излагаемым и для власти, и для общественных сил. Гражданского общества вообще нет здесь. Это пропаганда, к сожалению. Оно не возникло. Очень многие эксперты и люди, и Татьяна Ворожейкина, с которой мы недавно говорили, и многие другие считают, что гражданское общество за последние 10 лет, несмотря на все попытки его уничтожить, оно как раз таки есть. Есть масса этих независимых проектов, которые объявлены, выдавлены и так далее, но в каком-то виде продолжают существовать. То есть несмотря на все усилия, уничтожить не удалось. Ну вы знаете, масса проектов существовали в 80-е годы уже, еще существовал Советский Союз. Их называли неформальные движения, неформальные группы и так далее. Их было больше, чем сейчас. Они были более активны, чем сейчас. Они были более политизированы, чем сейчас. Есть кое-что есть, я не могу сказать, что ничего нет. Но очень несимметрично. В каких-то областях этого больше, например, в благотворительности и в каких-то, скажем, в экологии муниципальной. Но они обычно, чаще всего, не политизированы. они не смогли отстоять даже такую элементарную вещь, как муниципальный уровень, который, в общем-то говоря, не являлся слишком важной темой для власти. Они проиграли эту войну тоже. Вы имеете в виду законопроект, который сейчас внесен, который уничтожает фактически местное самоуправление в России, вот его визе? Как бы это скорее регистрация в ЗАГСе, в книге убывших. То есть это уже состоялось фактически. Они уже просто зафиксировали факт победы и в этом вопросе. Есть много проблем, связанных с устройством нашей власти. Я вообще считаю, что она 30 лет вела войну на сдерживание населения. Сперва не сильно это объявляю, но с 93-го года для меня это очевидно. Я тоже поучаствовал в этой войне. Она нарастала постепенно. А сейчас мы имеем дело с капитулировавшим населением. И мы можем называть его гражданским обществом, но граждан здесь нет. За редчайшим исключением меньшинства, идеалистического меньшинства, это прекрасные люди. И, может быть, они дадут почву для появления чего-то нового, но пока это невозможно сказать. То есть опереться политически здесь нечего. А когда вы говорите, что граждан нет, вот что имеется в виду? То есть как бы что должно быть признаком манифестации того, что я гражданин? Когда вот он этим гражданином становится тогда, с вашей точки зрения? Ну, если я не доктор, чтобы выносить диагнозы и определять точно. Но вы знаете, в Советском Союзе люди еще до некоторой степени, не все и не в равной степени, оставались гражданами. Гражданин, кстати, подразумевает, в частности, некое идеалистическое начало, некое идеалистическое отношение к своему полюсу, своей государству, обществу, городу. А с другой стороны, ощущение суверенного права. Да, я гражданин, и ты не можешь мне запретить. Пошел вон. Как реагировали мы в 70-е годы на требования там что-то учить или что-то признавать? Пошли вон. Вот. Мы не воспринимали их вообще как серьезную сторону. Это силовая сторона, конечно. И, конечно, они должны остаться в государстве, но не учить нас. Конечно, никто, я могу сказать определенно, что никто из диссидентов не стал бы помещать эту плашку о том, что я иноагент и так далее. Никто. Ни один человек, я уверен. При том, что диссидентов было не так мало. Но это другая привычка к рискам, скажем так. То есть люди сейчас не хотят терять, и это нормально. Я тоже не хотел бы потерять этот комфорт. Это, кстати, важный момент. Его на нем трудно остановиться подробно, но да, гражданин предполагает статус гражданина завоевание. Гражданин – это человек определенным образом, им или его предками, завоеванный статус, и он его бережет. Он готов к конфликту, он готов к схватке по поводу этого статуса. А то, как, в общем, это очень трудная тема, ее трудно разобрать, но то, как граждане Советского Союза встретили перевод их в гражданство других государств, говорит о том, что, да, гражданское общество было, но слабенькое, а дальше оно только слабело. Глеб Олегович, а когда Владимир Путин или любой другой представитель системы, там, российской, Валентина Матвиенко, та же еще кто-то, говорит, наши граждане, там, мы должны защитить наших граждан, или еще что-то с ними сделать. Они кого имеют в виду? Что за граждане такие? Какая эта концепция за этим стоит? А вы, если вы посмотрите и проведете небольшой контент-анализ, вы увидите, что они чаще всего используют понятие населения. наше население, население региона, население страны, население города, а это не гражданское понятие. Население может взяться откуда угодно. И население, человек населения, населенец, это тот, от кого ждут только функционирование в коридоре лояльности властям. И это совсем не гражданское определение. Ну, может быть, у Валентина Матвиенко, как женщина немолодой, еще сохраняется, в советское время тоже было, предпочитали власти, кто использовал понятие гражданин, гражданочка, использовала милиция в основном. Милиция и КГБ, значит, использовали это выражение. Вот, товарищ, чтобы не использовать слово «товарищ». Вот. Поэтому у них нет никакой концепции гражданства. Это люди, которые предали идею гражданства как таковую, и уж точно они не являются защитниками гражданского общества. Гражданское общество придется, если удастся, мы же не в XIX веке, когда оно возникало в Европе, более-менее естественным образом. Придется как бы возобновлять, создавать, я не знаю, но это не проблема сегодняшнего дня. Вы можете вскричать «Да здравствует гражданское общество», но это достойный уважения и идеализм, не более того. Но проблема сегодняшнего дня это, например, вот институт иноагентства, да, то есть когда уже все-все-все подряд становятся иноагентами, заносят в этот список даже таких людей, как Марата Гельмана вот недавно внесли туда. и вот как вы считаете, какова, есть ли тут какая-то сейчас логика в этом происходящем, или это просто уже такой механизм, это просто машина, которая едет и должна просто кого-то туда заглатывать? Ну, я думаю, что гигиенически правильно не искать в этом логике. это какая-то уже глубокая степень человеческого и социального и политического вырождения тех, кто это делает, и об этом даже не надо спорить. Они вне сегодня, они вне спора с ними спорить по этим вопросам невозможно. Это ведь порча русского языка, требование, чтобы люди приговаривали то-то и то-то запрещено в Российской Федерации, его может принять только ненавистник русского языка. По-русски так говорить нельзя, и я никому никогда не посоветовал бы. Сказать, что это репрессии мало. Да, это репрессивность отчасти фашизоидного типа, безусловно, совершенно, но она одновременно безнадежна, она не сможет укорениться в русской традиции, и она обречена на просто полное исчезновение в какие-то ближайшие несколько лет. Это в ходе транзита просто исчезнет. Исчезнет, потому что введут какие-то более суровые санкции из серии всех посадить, или исчезнет каким-то более таким благожелательным демократическим путем? Я думаю, что обе формулировки недостаточно точны. В первом случае предполагается, что они еще что-то с нами сделают. Все-таки люди, жившие на этой земле, русские люди 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов вообще отвергали критерий. А что они еще с нами сделают? Это рабские критерии, это раб так мыслит. Если ты не хочешь быть рабом, ты просто отклоняешь этот критерий. Мне плевать, что они будут делать. То есть не плевать, но я отношусь к этому уже чисто технически, как общению с животным. А второе, тоже демократическим путем вы это не измените. здесь нужна глубокая чистка, глубокая как бы санация, самосанация общества. Да, я понимаю, что мне не нужно, чтобы пришли какие-то люди из-за рубежа и учили жить. Они просто не поймут здесь ничего и ничего не помогут. я же наблюдал это в 90-е годы очень близко. Нет, это придется делать нам самим. Есть какие-то ключевые подходы, кстати, о которых, вот о некоторых из них говорил Гефтер. А я тогда, к сожалению, я тогда в этом вопросе с ним расходился. он говорил не ищите способа создать общество всей Руси единое. Надо как бы конституционно укрепить земли. То, что называют сегодня регионы. Но в формате региона это сталинская нарезка. Регионы в таком виде не существовали никогда. Это необходимые как бы крупные русские и нерусские земли в составе Российского Российской Федерации, Российского Союза, как хотите. Вот. И внутри них будут возникать гражданские общества. У нас был какой-то такой остаток, он сейчас уже, по-моему, почти не употребляется, но он еще недавно существовал. Говорили там народ такого-то региона. Это остаток идеи, которая была в начале 90-х годов, но была погребена, и, к сожалению, погребена она была демократами, централистами федеративный договор, который, значит, по которому население земель мыслилось как суверенное, как суверенное общество, которое формирует власть. Ну, не будем к этому возвращаться, просто я хочу сказать, что это скорее всего и есть мейнстрим, возобновление в том числе и демократического. Тут я не могу как бы не проговорить, не вспомнить, что все-таки если говорить про отношения центра регионов, то именно в нулевые годы был введен институт полпредства, именно в нулевые годы в первые сроки Путина эти отношения стали очень вертикальными, такими приказными, да, это тот период, когда вы тоже к этой системе были, так сказать, причастны. Конечно, я не собираюсь ничего отклонять, я середины девяностых годов я близко и много работал на администрацию президента. Девяностые годы, понимаете, к концу девяностых годов, во-первых, федеративный договор был погребен, и всякая идея реального федерализма была погребена, она выродилась в такой, я бы сказал, «Союз господ». То есть губернаторы одновременно заседали в Совете Федерации и подписывали законы, одновременно выписывали бюджет себе, то есть и, как бы, естественно, не делясь особенно щедро с центром. это тоже никуда не вело. Просто сейчас я отношусь к этому снисходительней. Мне кажется, что можно было потерпеть некоторое время еще и в нулевые и поработать с губернаторами, но мы совершили ошибку победителей. Мы победили. Зачем собственно чего чекаться? Поэтому очень быстро Путин, кстати, здесь не играл практически никакой роли. Очень быстро изменили конструкцию Федерации. Глеб Олегович, хочу еще успеть поговорить с вами про Михаила Гефтера. Я вижу даже, что у вас книга за спиной, вот тут книга слабая, да? Вот эта книга, ваша книга о Гефтере по мотивам трудов Гефтера. Да, это последняя книга, да. Да, но вот он и философ, и историк был, и, может быть, не самая большая фигура, то есть не самая известная фигура, не у всех на слуху, но с другой стороны, вот даже сайт, который вы делали, Гефтер Ру, в честь него названный, пока он обновлялся, он производил у меня, например, большое впечатление. Я хотел вот что спросить в связи с Гефтером. Он считал в своих работах, как я понимаю, неизбежной некую вторую холодную войну, что вот история не заканчивается, и дальше начнется какая-то очень опасная заваруха, и чуть ли Россия не уничтожит мир. Насколько вам кажется сейчас все, что происходит, в том числе вокруг Украины, и вокруг вообще военных отношений России и Запада, они стали уже исключительно военными, похоже. Насколько это иллюстрация к идеям Михаила Гефтера? В высокой степени это так, он не говорил про вторую холодную войну. Он говорил, что выход из первой холодной войны фикция, что мы не вышли из этой холодной войны, и она себя даст знать возвратными рецидивами, что потому что холодная война не война, это определенный тип мирового и человеческого порядка, определенный глобальный режим. Вы можете вытеснить его только другим режимом. И он мечтал, что Россия сможет стать стартовой площадкой, плацдармом, с которого начнется вот это во второй раз после 1917 года, Гефтер ведь был во многом марксист, хотя совершенно не догматический, начнется переформирование мира. Но для этого Россия должна стать, как он говорил, страной стран. То есть она должна состоять не из каких-то убогих регионов, а из полноценных, полнокровных, самостоятельно ведущих себя стран. Татарстан, Башкортостан, Чечня, начало войны, в которой он, собственно, переживал настолько сильно, что она свела его в гроб. Но эту идею бы сейчас заклеймили как абсолютно сепаратистскую. Нет, ну это не важно. Что, мне вообще не интересует, что сейчас об этом говорят. Я поэтому издал книгу, чтобы это было ясным, чтобы ясным его подход к этому вопросу. Просто он забылся. Ну, какой здесь сепаратизм? Никакого сепаратизма не было бы. Да и куда бы делась Чеченская республика? Ну, куда бы она ушла? Она присоединилась бы к Турции? И Турция бы ее кормила? Или Грузия? Ну, это все чепуха. Просто была чудовищная степень неумения управлять страной. В чудовищной степени. Здесь я не могу даже кого-то в отдельности выделить в этом отношении. Поэтому, когда пришел Путин со своим начальным рационализмом, он казался просто подарком небес. Вот. И ну, потом у него сразу сложился контакт с населением страны, еще тогда отчасти с обществом, между прочим. Не будьте забывать, что до примерно первые два, почти целиком, первые два президентства Путина это еще постсоветское гражданское, не гражданское, но политизированное общество. Это потом оно как-то исчезает рядом уже сознательных действий. Почему Гефтер считал, что мы в опасной ситуации, опасность исходит от нас? Потому что Россия не стала за, даже как империя, за 300 лет не стала национальным государством. Франция стала, она тоже была империей, в ней была куча революций, но она стала национальным государством из империи. А Россия не смогла, не сумела, но стала чем-то другим. И вот это домашнее задание должно быть решено, если оно не будет решено, то страна, находящаяся между трех океанов, она не сможет спрятаться, она не сможет, так сказать, ориентироваться там, не знаю, на Польшу, например, и наши реформаторы сначала ориентировались на Польшу. Она не сможет ничего построить таким образом, а тогда что она будет делать? она постарается приспособить мир к себе то, что она уже попыталась в 17-м году, а потом еще раз Сталин попытался после Второй мировой войны. Поэтому вот здесь он считал возникает риск, да, возникает риск, что Россия противопоставит себя миру. Но я бы закончил это следующим шагом, что сделав это, она действительно приведет себя к самоуничтожению, потому что тогда мир, так сказать, будет настроен против России. Она станет токсичной для мира и не как авторитарное государство, а в принципе как русские станут, как страна русских, она станет опасной, опасно близкой к идее нового Холокоста. У меня есть такая мысль, я ее когда-то не раз излагал, но она мне так неприятна, что я стараюсь о ней даже не думать. Поэтому задача в том, задача не в том, чтобы стать покладистой, не в том, чтобы тебя похвалил американский президент. Клинтон только и делал, что хвалил Ельцина. Ну и много нам это дало, эти похвалы. Необходимо достроить государство России. А потом уже подумаем, что дальше. И знаете, еще я хотел бы закончить другой мыслью Гефтера. Хочется, чтобы вы как-то прокомментировали. прокомментировали, проанализировали. Он говорил о том, что если ты высказываешься, надо высказываться прямо, как-то остро, не срезая каких-то углов острых. Вопросов. У него было особенное отношение к тем, кто обходит неприятные вопросы. Он требовал заострять вопросы, даже если ты еще не знаешь ответа на них. Ну вот как раз мы в нашем проекте говорим с экспертами и стараемся ставить какие-то острые вопросы. С другой стороны, я понимаю, конечно, что мы привыкли, и я привык, как-то эти вопросы улучшать, так сказать, делать их менее опасными, менее острыми. вы считаете такая черта все-таки какого-то экспертной мысли, журналистской мысли при таком авторитарном режиме, или это вообще черта времени, как к этому относиться тут? Это для меня простой вопрос, и он имеет ответ. Исторически так сложилось почему-то, а вот здесь я уже не так просто мне ответить, что с 80-х годов, со времен перестройки, возникло какое-то травматическое, видимо, желание порвать с истории, желание избавиться от прошлого. От прошлого и а как? И в итоге избавились от опыта прошлого. То есть сознание, работа с прошлым, русским особенно, богатым, страшным, чудовищным, она могла и должна была лечь в основании нового интеллекта, демократического, если хотите, нового демократического просвещения России. вместо этого прошлое заклеймили, как сплошной сталинизм, возникло отвратительное понятие homo советicus, как будто тот, кто его использует сам, какой-то ангел, спустившийся с небес, и тоталитарный человек и так далее. То есть прошлое не было проработано, вместо этого попытались его забыть, заклеймить, одновременно оскорбляя разными словами, и с тех пор, а я это наблюдаю уже очень близко, поскольку участвовал в чудовищном количестве интеллектуальных проектов разных, начиная еще с журналов «Век 20-й мир» и «Коммерсанта» и так далее везде. Идет понижающий тренд как бы и экспертного мышления, политического мышления, с другой стороны идет такой возникает профессорское мышление, которое является эрудированным, но бесполезно совершенно оказывается в политической жизни нашей. и мы пришли к состоянию очень-очень тяжелому. Я поэтому пошел в попытаюсь, попытка-не пытка, в свободный университет, в котором я вижу попытку как бы затормозить в этом скольжении антиинтеллектуальном, которое конечно используется власть. Да, власть работает на понижение, ей удобнее работать с недоумками, но и она поощряет это, но не она причина, причина не она, здесь мы не отопремся ссылками на Путина, Мединского и так далее. Вот, поэтому здесь необходимо, ну, мое поколение уже на это не способно, но какое-то героическое усилие для того, чтобы вернуть России просвещение, просвещение с большой буквы, европейское просвещение, которое уже тоже расширено по отношению к тому, что было 300 лет назад. И продолжить это движение. Но это очень трудная задача, а не болезненно говорить даже в среде интеллигенции. Все сразу начинают обижаться и думать, что это ты их обидеть хочешь того или другого, ты недооцениваешь и так далее. Вот, и поэтому я стараюсь об этом много не говорить. Но это серьезная проблема, упадок мышления, который лег на эпоху развития социальных сетей и искусственного интеллекта, который очень скоро, наш нынешний уровень российского мышления, он обгонит точно. поэтому здесь откладывать нельзя. Политические изменения должны быть основательными и поэтому могут быть медленными, а интеллектуально мы должны двигаться быстрее. Большое спасибо вам, Глеб Олегович, и за вот эту последнюю часть, и вообще за ваши ответы. Просто это то, зачем интересно наблюдать, как движется мысль ваша. Я вам очень признателен. Спасибо вам. Спасибо. Подводя итоги, начну с очевидного. Глеб Павловский это большая фигура для российской и даже шире постсоветской интеллектуальной жизни. И в то же время в сфере политической жизни его считают фигурой противоречивой. Это тоже, наверное, не секрет. Но я уверен, что внимательные зрители нашего интервью найдут с чем поспорить, с чем не согласиться. Не держите это в себе, оставляйте в комментариях под видео, как может быть и то, что вас зацепило, с чем вы наоборот согласны. Вообще, мне кажется важным, что в этом интервью прозвучали какие-то важные, фундаментальные оценки. Как минимум несколько таких точек, которые являются действительно пищей для размышлений о том, где мы сейчас находимся и куда мы движемся. Наш проект, наш канал Саппоры Аудо посвящен именно таким размышлениям, так что подпишитесь, если вы этого еще не сделали. Меня зовут Артем Филатов. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова